Украинская армия отчиталась, что сейчас полностью контролирует Славянск и Краматорск, а подчинцы покинули города еще накануне, ушли в Донецк. Все время противостояния Майдана и Антимайдана именно Славянск и Краматорск были символами сопротивления Донбасса Киеву. Сейчас в городах остались лишь мирные жители. Пресс-центр антитеррористической операции заявляет, что начинается восстановление инфраструктуры, подвозится гуманитарная помощь, 5000 буханок хлеба и 5000 бутылок воды. Одновременно начинается фильтрация оставшегося в городах населения. В первую очередь проверит, чем были заняты милиционеры, пока ополченцы были в городах. Дальше разберутся с остальными гражданами. То, как Славянск и Краматорск занимали, в коротком сообщении от дьякона славянского храма в социальных сетях. Мы и Большая Вергунка в огне. Работали грады и смерчи. Дали 6 часов покинуть дома. Далее жесткая градовая зачистка. Простите меня за все, и я прощаю. Подключите, СМИ нас убивают. О том, что перемирие закончилось, президент Порошенко объявил сразу после подписания документов с Евросоюза. Начались беспрецедентные обстрелы. Авиация била с воздуха по станице Николаевка. Это была последняя артерия, связывавшая Славянск с внешним миром. Сбрасывали бомбы на старую Кондрашовку. И сначала Киев заявлял, что село разрушили сами, засевшие там ополченцы. Потом признавал, разбомбила армия по ошибке. Потом Краматорск. И об ошибках уже не говорили. А вот кадры, которые мы получили только что. Это уже Луганск, где около получаса назад сработала сирена воздушной тревоги. Самолет украинских ВВС нанес удар по селу Александровка в пригороде Луганск. Эти кадры прислал наш корреспондент Иван Прозоров. Он сейчас в зоне боевых действий на юго-востоке. Вместе с десятками тысяч оставшихся там жителей городов и сел, которые не могут покинуть свои дома. Этой колонне, казалось, нет конца. Сотни машин, грузовиков и военная техника. Славянск взяли в окружение. По штабу ополченцев и прилегающим кварталам начали бить из всех видов оружия. Вошли танки и пехота, так называемые нацгвардии. Поэтому было принято решение оставить город и перебросить силы в Донецк. Сейчас идет просто перегруппировка войск. С Краматорской опять войдут ребята. Там сейчас техника тяжелая, пополняются личным составом. Можете не переживать, пусть панику не поднимает никто. Все будет хорошо, никому ничего не уступим. Краматорск также контролирует украинская сторона. Оттуда после ухода ополченцев сообщают о начале зачисток. По некоторым данным СБУ, контрразведка и так называемая нацгвардия проверяют всех жителей на связь с ополчением. Мужчин старше 35 лет арестовывают на всякий случай. Что происходит в Славянске и Краматорске прямо сейчас, нам по телефону рассказал местный житель. Но попросил не называть имени и изменить голос. Люди боятся, что даже безобидный комментарий в эфире российского телеканала может им дорого обойтись. В Славянске никого не выпускают, не выпускают. Мужское население отсеивается от 18 и выше годами. Их забирают в отдельные лагеря. Я не знаю, что еще их забирают. Тех вывозят, тех... Ну, я не могу сказать точно, что с ними делать. Ну, понятное дело о том, что ничего хорошего с ними не происходит. Зачистки идут по полной программе. Мы готовы убежать. Во-первых, некуда бежать. Некуда. Куда нам бежать? Да, да, дорога в сторону Донецка. А куда бежать туда, если все равно все туда идет? Столицу Донбасса пока не обстреливают, но бои идут за аэропорт. Территорию вокруг него пытались зачистить украинские штурмовики. Скорее всего, чтобы открыть путь для переброски людей и техники. По словам ополченцев, противник скоро выдвинется на Донецк. Об этом они заявили жителям города на сегодняшнем митинге. У них очень большие сложности, связанные с тем, что им нужно сейчас заправить всю технику. Ну, пусть разберутся с вопросами, где достать им горюче-смазочные материалы в этом количестве. Я думаю, что на это уйдет от двух-трех дней до семи-восьми дней. Все зависит от их организованности. Она находится на низком уровне. Что движется в сторону Донецка, можно судить по кадрам, которые всю неделю приходят с юго-востока Украины. Минометный обстрел центра Луганска. Сегодня за один час в районе автовокзала разорвалось примерно 10 снарядов. По сообщениям ополченцев, их штаб атаковала группа украинских диверсантов. Они проникли в Луганск и начали наспех стрелять из минометов. Разрушено несколько частных домов, повреждена транспортная база и склад стройматериалов. Есть погибший. Министр здравоохранения оказался недалеко от зоны обстрела и сам снял эти кадры, дожидаясь скорой помощи. Он рассказал, что все чаще гибнут и получают ранения именно мирные жители. 8 из 10 пациентов в больниц после бомбежек – это обычные горожане. Как правило, самое тяжелое ранение – это у гражданских. Они не готовы к этому, что там прилетает мина в огород и погибает очень много людей. Вот так в один миг в пепел превратилось все. Дома, хозяйство, машины, целая улица. Ее жители только что завтракали, играли с детьми, трудились в огородах. Выбравшись из-под руин, уцелевшие с ужасом поняли – родственников и соседей уже нет в живых. С какие-то ристами борются. Пенсионерку 67 убили, деда убили, еще 5 человек. Вон, снимайте, показывайте, кого они поубивали. Убита осколками и взрывной волной от неуправляемых снарядов, которые выпустил прилетевший штурмовик. Он ударил прямиком по жилому кварталу в 11 утра. Взрывная волна уничтожала все на своем пути в радиусе десятков метров. Вот здесь металлическая дверь, она очень прочная и толстая. Но она прошита насквозь осколками, которые пробивали листы металла. И вот даже насквозь прошли через очень прочные трубы. Было 5 или 6 снарядов. Сложно найти все воронки среди развалин. Вот одна воронка, а вторая воронка. А вон под одеялом лежит человек, а чуть дальше лежат пальцы ребенка. Понимаете, да? Здесь никогда не было ни блокпостов, ни сепаратистов, ни террористов. Это все мирные люди, понимаете? Разбили всю улицу. Вчера крестнику день рождения отметили 5 лет. Кум лежит. Сегодня у дочки день рождения должно быть. Увезли в больницу. Крестник мой погиб тоже. Умер уже в больнице. Весь поселок Старая Кондрашовка под Луганском. Видел тот самолет. Но никто не думал, что летят бомбить именно их. Ведь какая угроза может исходить с обычных сельских огородов? Обожженные одежды и разрушенные дома – это практически все, что осталось от целой улицы. Здесь почти все люди живут натуральным хозяйством. И рано утром были в своих домах, когда начался обстрел. Здесь нет ни военных объектов, ни блокпостов ополченцев. Поэтому очень сложно понять, кого украинские силовики атаковали. Осколки прошивали тяжелые металлические двери и стены. От домов остались дымящиеся остовы. Четверо погибли на месте, 11 раненых отправили в больницу. Среди них 5-летний Ваня Ермолин. На операционном столе спасти удалось не всех. Рассказывая об этом, врачи, жители того же поселка, едва сдерживали слезы. Осколочное поражение, состояние шока, трое погиба, включая ребенка 5 лет. Мы боремся за каждого. Работаем в тяжелых условиях. Электричества централизованного нет. В осажденном Славянске многие тоже до конца не верили, несмотря на ожесточенные обстрелы жилых районов. Эта семья не стала прятаться в подвале. В то утро, как обычно, позавтракали и разошлись по комнатам. Прямо вот попали в спальню. Жена с внучкой только зашли в спальню, и вот это все обрушилось, перегородка. Все, я в ванне был. Я их отгребал здесь, внучку отвезли, скорая. Там у ней сотрясение, контузия маленькая, она в шоковом состоянии. А сколько девушек бьет? Лицо в крови 14. Едва закончилось объявленное перемирие, украинские силовики стали бить по всем направлениям. Краматорск, Луганск, Донецк. Из минометов гаупицы с помощью авиации. В Славянске многие улицы буквально равнялись землей. Люди прятались в подвалах и слышали, как рушатся родные дома. Я ценю, я ценю, это Коломойский, что держит этот, он плачет, проплачет, что бы твари получила, это вот это все, то, что на славянск, люди, наши дети, и мы терпим вот это все. Вот, все, вот моя квартира. Краматорская украинская артиллерия методично расстреливала многоэтажку. За несколько часов разрушив пять квартир, жители бросились в подвал после первых взрывов. Судя по массированным атакам, говорят ополченцы, эту войну поставили на паузу, чтобы противник перевел дух и укрепил позиции, отвлекая ежедневными залпами. Бьют по жилым районам, непонятно зачем, как бы запугивают людей. В Краматорске обстрелян пассажирский автобус. Четыре жертвы и пять раненых. В районе приграничного поселка Изварина снайперы бьют по машинам на трассе. Это всегда была дорога жизни, по которой беженцы бежали от войны в России. Теперь дорога смерти. В самом Изварина разбомбили птицефабрику. Разгар рабочего дня. Четверо сотрудников ранены. Когда это пыталось снять съемочные группы российского телеканала РЕН-ТВ, обстрел возобновился. Спецкор Денис Кулага и оператор Вадим Юдин контужены. Фронт затем продвинулся до самой границы. Снаряды попали на российский пункт пропуска Новошахтинск. А через несколько дней с украинской стороны обстреляли и КПП Донецк. Вы целы? Да! Около 10 артиллерийских залпов. Это сложно назвать случайностью. В тот момент на заставе были десятки беженцев. Российские пограничники прикрывали их собой и военной техникой. Жители Юго-Востока говорят, даже до перемирия было спокойнее. Сейчас как будто и нет запретных для бомбежки зон. В относительно тихом Донецке теперь тоже залпы из минометов и гаубиц и танковые бои на окраине. За несколько дней больницы переполнены. Началась бомбежка, мы и артобстрел. Мы спустились вниз в подвал. Вроде находились. Думали, что нас пронесут. На секунду вышли. У меня случайно... Лекарства на исходе. Легкие операции уже делают без наркоза. Боль приходится терпеть. Катастрофически не хватает и донорской крови. Несмотря на это, врачи работают без остановки. Многие не спят по несколько суток. Проблема остро стоит действительно с оказанием специализированной медицинской помощи. В частности, это нейрохирургическая помощь. Потому что достаточно много раненых с повреждениями периферических нервов, центральной нервной системы. К Луганску боевые действия тоже подошли вплотную. Это война, на которой нет четкой линии фронта. Местным жителям очень сложно понять, где сейчас действительно безопасно. Если раньше ожесточенные бои шли за поселками и станицами, которые в 10-20 километрах от Луганска, то сейчас обычным делом стала бомбежка окраин и даже центра города. Уничтожены жилые дома, заправка, обстреляны две школы и областной онкологический центр. На нем красный крест – знак для военных. Внутри мирные люди. Но он не помог. Три взрыва повредили фундамент, выбили стекла. К счастью, не пострадало отделение лучевой терапии, где стоят лечебные аппараты с радиоактивным Кобальтом-60. В городе все чаще звучит воздушная тревога. Самолеты летают так низко, что слышно звук двигателей. Горожане готовятся к возможным атакам, как могут. Это подвал типичной панельной многоэтажки в Луганске, которых здесь сотни. Конечно, это не является бомбоубежищем, но жители попросили его открыть. Всегда держат открытым на всякий случай. Это лучше, чем ничего. Здесь тесно, сыро, темно, нет электричества. Но до ближайшего бомбоубежища далеко, поэтому спрятаться здесь на первое время, конечно, можно. Очень тесные проходы. Конечно, непонятно, как здесь смогут пролезть женщины или старики, но вот местные жители сами попросили оборудовать это под бомбоубежище. Здесь кругом трубы, водопровод, канализация, электрокабели. Нужно быть очень осторожным, конечно, о какой оперативной эвакуации идет речь. Здесь бы просто пробраться. И вот в этой комнате жители оборудовали такое небольшое место для ночлега. Разобрали коробки. Комфорт минимальный, но, как они считают, здесь можно укрыться хотя бы от осколков. Жители частных домов и самых опасных районов эвакуируют ополченцы. После напряженных ночевок в подвале людей приходится успокаивать. Все, надо плакать. Не надо плакать. Вы уже с нами, мы наши. Десятки людей разместили в общежитии. Горячее питание и ночлег для взрослых. Детям еще и игрушки и карандаши, чтобы забыли ночные кошмары. Пятилетняя Яна, рисуя радугу, вспоминает жуткий гром. Так родители называли звук рвущихся снарядов. Гром на юго-востоке Украины от смерча и града. Эти установки залпового огня по заявлениям ополченцев используют украинские силовики. Появились сведения и о применении так называемой нацгвардии химического оружия. Пострадавший мужчина не может пошевелиться, ему больно даже моргать в больницах Славянска. Несколько таких пациентов с диагнозом химическое отравление. По общему состоянию это отравление. Каким-то химическим чем-то. Судя по всему, производный хлор. Единственное, что мы сейчас можем делать, пока мы не выясним, что конкретно это было. Это обезболивало. Кронику осады Славянска почти месяц вел наш коллега Александр Евстигнеев. Показывал ежедневный ужас, руины и смерть. На передовой, где и по ним били огонь. Когда полуразрушенный город взяли в кольцо украинские силовики, стало понятно, выбраться будет непросто. Сели в машину, чтобы уезжать. Попали прямо на заднем дворе. Дым. Осколки. Если нас не накроют сейчас, то у нас будет перерыв. Садимся и валим. Залпы едва не накрыли съемочные группы во дворе гостиницы, когда уже собрали вещи и сели в машину. До бомбоубежища не успели бы добежать. Укрылись в холле отеля. За больную стычку. Не надо, там стекло тебя посечет потом. Никит, Никит, уходи. Вот сюда, иди сюда. Вот, вот тут бетон. Нормально за колонной. Давай через 15 минут повторюсь. Вонь! Город обстреливали каждую ночь. Угадать, куда и во сколько упадет снаряд невозможно. Не было ни воды, ни света, но на быт никто не жаловался. Ведь вокруг гибли мирные люди. И эту неудобную кому-то правду надо было показывать. Перед съемками друг друга повторяем. Вот, к примеру, здесь у меня, чтобы все знали, где это все находится, вот здесь жгут и перевязочный пакет, чтобы на них кровотечение, если что-то случится. Об этом напоминать нужно каждый раз, потому что в очередной раз это может постижиться. В перерыве между залпами съемочная группа вырвалась из зацепления. Ну, выехали. Официальный Киев твердит, что силовики не атакуют мирных жителей, исключительно ополченцев. По крайней мере, об этом заявлял бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины. Четко определена задача вооруженных сил. Ни в коем случае не применять оружие по мирному населению. Я головой и мои подчиненные за выполнение этой задачи отвечаю. Это заявление Михаил Коваль сделал как раз в день авиаудара по поселку Старая Кондрашовка. Голова Ковальа все еще оставалась на плечах, когда пятилетнего Ваню Ермилова и его отца провожала выжившая мать. И вместе с ней весь поселок. Теперь ты будешь с ним спать, а я теперь я в него, я в него не поцелую. Киев пытался обвинять в атаке ополченцев, не уточняя, правда, откуда у тех взялся штурмовик. Но спустя два дня заместитель командира спецбатальона АЗОВ, который участвует в карательной операции, признался, что поселок мог оказаться на линии огня между ними и противником. И, возможно, пилот украинских ВВС допустил ошибку. Я думаю, что имела место и ошибка пилотов, и обстрел со стороны. Ошибка пилота стрелять в мирное население? Я не исключаю ситуации, что имела место и первое, и второе. Цена таких ошибок – десятки жертв среди мирного населения, и это только на минувшей неделе. Жители Юго-Востока называют это не антитеррористической операцией, как в Киеве, а войной. Вот только кому она объявлена и за что, понять не могут. Мы же такие же люди, как и они. Почему они нас убивают? За что? За что они нас убивают? На эти вопросы украинские силовики и так называемая нацгвардия не отвечают. Зато с гордостью сообщили о взятии Славянска и выложили победное фото с украинским флагом. Вот только ракурс подобран так, чтобы в кадр не попал ни один разрушенный дом. Иван Прозоров, Олег Слюсаренко, Алексей Изуев, Александр Евстигнеев, Юлия Чумакова и Андрей Маслихов. Первый канал. Воскресное время. Украина.